Разработчики показали нам способности Тигнери. Давай посмотрим, на что способен этот новый дендро-мальчик. Падам-падам-падам. Опа! Большие всем телене привет! С вами на связи Аркадий и Толкенвейд. Как нам всем известно, Тигнери это новый представитель стандартного баннера. Ну, пока что он будет выходить в ивентовом баннере, но по факту все мы с вами знаем то, что его вряд ли кто-то будет конкретно крутить, за исключением тем, кому он очень сильно понравится. Ну, а дальше он уже нам будет руинить наши гаранты, выпадая 50 на 50. Замечательно! Давай посмотрим, на что он вообще способен, но перед этим напоминаю то, что у нас стартовал розыгрыш на 275 тысяч подписчиков. Если ты все еще не принял в нем участие, то обязательно беги на последние видео, изучай и принимай участие. Ну, а также, если тебе нужны примогемы на Тигнери, то есть магазинчик с примогемами лично от меня. Все есть по ссылочке в описании, переходи и изучай. Давай посмотрим непосредственно на Тигнери. Что необходимо будет для его прокачки? По мировым боссам можно уже убивать Райден и собирать с нее ресурсы, а далее нужны реагенты, добываемые уже непосредственно в Сумеру. Ну, в принципе, камни ты можешь уже надобывать сейчас, потом просто их перевести в другой цвет. В алхимии все это делается нормально. А вот предметы для прокачки талантов тут, к сожалению, не выбить. Данж появится только непосредственно в Сумеру. Что у нас дальше? Автоатака. В принципе, стандартная автоатакерская вещь для лучника. Четыре последовательные автоатаки он может выполнять в своей череде. Заряженная атака и суперзаряженная атака, точно так же, как это делается у Гань Юй. То есть у него появляется дополнительная натяжка, которая при попадании по противнику стрела разделяется на несколько дополнительных стрел, которые автоматически выбирают цель и попадают в противника. Причем урон общий, который получается вот такой заряженной атаке, достаточно выглядит неплохо и по коэффициентам, само собой, тоже получается вкусно. Поэтому сразу понятно, что этот лучник будет играться непосредственно от заряженных атак. Что у нас по способностям? Первая способность Мина Виджиняны Пхалы. Да, извините, если я вдруг внезапно делал ударение не туда, к сожалению, пока что с названиями все проблематично. Эта способность очень сильно похожа на способность Гань Юй. Тигнери выбрасывает вперед небольшую бомбу, которая взрывается, наносит урон противникам и после этого оставляет небольшое поле иллюзий. Эти иллюзии привлекают противников и противники просто стараются находиться непосредственно в этом месте. Ну, то есть таунтят на себя. Поле существует 8 секунд, а время отката составляет 12 секунд. Но это еще не все. Как только мы используем эту способность, у Тигнери появляется дополнительный баф, который сокращает время заряда максимально дополнительной заряжки на нашем луке на 2,4 секунды. Этот баф работает на 3 следующие атаки. 3 следующие стрелы мы выпускаем почти моментально. И это основная вещь, для чего нам нужно будет использовать Ешку. Потому что урон от нее, ну, мягко говоря, не особо какой. Что у нас по коронной, про ультимативной способности? Это простая до безобразия способность. За 40 энергии Тигнери выпускает одну мощную стрелу, которая при попадании разделяется еще на дополнительно 6 маленьких стрел, которые тоже находят все таргеты автоматически. Урон очень приятный, время отката способности всего лишь 12 секунд. Очень дешевая ульта, которую в принципе можно будет спамить. По итогу, по прокачке, получается, нам нужно будет прокачивать нашу автоатаку, для того, чтобы просто повышать наш урон от заряженных атак. А также нашу коронную способность для просто общего повышения урона. Ешка прокачивается в самую последнюю очередь, чисто так, чтобы немножечко повысить урон от самой способности. Потому что на длительность бафа ни на что вообще просто не влияет прокачка. Давай посмотрим, что у нас по пассивкам. Первая пассивка отмечает диковину Сумеру на мини-карте. Ну, в принципе, первый персонаж в дендрорегионе, он очень сильно нам поможет для того, чтобы исследовать этот регион. Первая пассивная боевая способность увеличивает наше мастерство стихий на 50 единиц на 4 секунды, после того, как мы выпускаем заряженную атаку увеличенной, которая с самонаводкой, которая работает. Ну, в принципе, как мы все с вами знаем, дендрор персонажа очень сильно завязан на мастерстве, а тут дополнительное мастерство, хоть немножко, но все-таки приятно. Дальше. А вторая пассивная способность, это каждая единица мастерства Тигнари увеличивает урон от его заряженных атак, и Стреолиан, это именно те, которые вылетают после взрыва заряженной атаки, на 0,06%. Бонус урона, получаемый таким образом, не может превышать 60%. Просто собираем дополнительное мастерство и получаем бонус к заряженным атакам. В принципе, why not? Так как все дендрор персонажи все равно будут собираться непосредственно в мастерство, то тут будем еще повышать наш боевой потенциал. Очень круто выглядит, то есть прям целостный персонаж. А теперь самые интересные консты на этого замечательного мальчика, потому что они смотрятся реально просто, но при этом эффективно. Первая конста увеличивает крит шанс попадения заряженной атаки Тигнари на 15%. Просто 15% к нашему основному урону. Вторая конста работает на нашу ешку. Если в нашей ешке находятся противники, то Тигнари получает 20% бонусного дендра урона. Просто эффективно. И если там противников нет, и наша ешка заканчивается, то время действия нашей ешки увеличивается на 6 секунд. Очень классно. То есть у нас ешка становится почти вечной, если там нет противников. Третья конста увеличивает уровень нашего ультимейта на 3 дополнительных уровня. Четвертая конста. Если мы активируем стрелы лиан, которые на нашем ультимейте работают, то после использования мы увеличиваем мастерство стихии всего нашего отряда на 60 единиц на 8 секунд. При этом, если лианы активируют дополнительно какие-то реакции, связанные с дендра, то мы дополнительно получаем еще 60 единиц мастерства. При этом длительность эффекта обновляется. Очень классный баф на 120 единиц мастерства в свой отряд. Ну, вариация для саппорта Тигнари, но на самом деле это просто дополнительный баф заряженных атак для самого Тигнари. Дальше. Пятая конста увеличивает уровень нашей ешки дополнительно на 3 уровня. И финальная шестая конста сокращает время заряда нашей заряженной атаки на 0,9 секунды. И также создается одна дополнительная стрела, которая наносит 150% от силы атаки самого Тигнари. Очень-очень классно. В совокупности, что у нас получается? Честно говоря, получается достаточно хороший и боевой мальчик, который может наносить достаточно много урона. Который будет собираться через новые сеты, через дендр сет, либо же сет через реакции. В саппорты ему, скорее всего, будет класть каких-то либо пира, либо электроперсонажей, потому что каталис увеличивает урон от электро и от дендра. Это очень классная вариация, мне кажется, будет там с какой-нибудь райден, с какой-нибудь там фишлей именно. Хотя с фишлей будет плохо, потому что фишля все-таки на быстрой автоатаке рассчитана, а от Тигнари через рядки играет. Ну, в общем, посмотрим. Лично мне он действительно понравился по своим описаниям скилла. А как это будет на практике, уже посмотрим непосредственно после выхода Сумеру. Ну, а если ты хочешь повыбивать своего мальчика в день выхода, то обязательно приходи на стрим с крутками. Это будет в день выхода самого Сумеру, в первый же день, вечером в 21.00 по московскому времени. Если ты хочешь покрутить отдельное видео со мной, то 150 плюс молитв и пиши мне в личку. А так все можно записаться в нашем Дискорде. Ну и, конечно, розыгрыш тоже не забывай. А на сегодня это все. Напиши обязательно в комментариях, будешь ли ты крутить его или же Деда. И большое спасибо тебе за просмотр. До встречи. Пока-пока.